Хотелось бы узнать про гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал», которая была выпущена по Венецкой области. Как наше ПВО не могло заметить эту ракету? Смотрите, эта ракета для того и разрабатывалась, чтобы преодолевать системы ПВО. Ракета «Кинжал» — гиперзвуковая ракета, имеет воздушное базирование. Фактически, это ракета комплекса «Искандер», баллистическая ракета, которую поставили на самолет. И первой ступенью, разгонной ступенью этой ракеты является самолет. Самолет разгоняет ее до сверхзвуковой скорости, потом сбрасывает, и ракета, включая маршевый двигатель, якобы должна достигнуть гиперзвуковой скорости. Подняться на определенную высоту, разогнаться до гиперзвуковой скорости и опуститься на цель. И вот в этом случае дальность пуска этой ракеты может составлять 2-3 тысячи километров, без учета дальности полета самолета-носителя. И Россия уже третий раз применяет эту ракету. Они применяли по Ивано-Франковской области, потом еще было одно применение. Ну, говорят, что «Ретревиль» в Киеве был обстрелян, это торговый центр, вот именно этой ракетой «Кинжал». И вот сейчас, 7-го числа, было третье применение этой ракеты по Виннице. Но, как говорят специалисты, она достигает гиперзвуковой скорости, то есть 10 скоростей звука, только на отдельном участке траектории. То есть, практически на финальном участке траектории, по идее, там должна окутать плазма, то есть, вот такое сплошное горение, что и делает ее незаметным, потому как плазма не пропускает электромагнитное излучение, не пропускает волны радиолокационных станций. И поэтому она становится незаметной для систем ПВО. И таким образом она достигает, должна достигать своей цели. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что, видимо, у Российской Федерации с высокоточными ракетами начинают возникать проблемы. Именно с высокоточными. Почему? Потому что я не беру, допустим, Х-22 ракету высокоточную, у нее там до 600 метров возможно отклонение от цели. Вот. И она по ярко выраженным целям. А вот когда надо попасть в самую точку, вот тогда, возможно, Россия использует вот этот кинжал. Потому что калибров, видимо, остается все меньше и меньше. Калибр самая высокоточная из всех ракет, которые на сегодняшний день применяет Российская Федерация. Ну, еще можно там ракету Гранит противокорабельную, но она противокорабельная, а не по наземным целям. Но скажу так, смотрите, и на 2022 год, но я думаю, что на сегодняшний день эта ракета еще до сих пор проходит испытание. И они еще ее должны закончить испытание. Она не запущена в массовое производство, сразу скажу. Если их там с десяток или несколько десятков этих ракет есть, но не более того. Носителем этой ракеты является самолет Ту-22М3 и там, по-моему, М2 еще там или 2М, то есть там дополнительный индекс. И самолет МиГ-31, вот два носителя. Должны они сделать, но Ту-22М3 было переоборудовано под ракету Кинжал всего два самолета. Это данные на 2021 год из открытых источников. А вот МиГ-31 было переделано. МиГ-31 не выпускается где-то с 90-х годов. И это истребитель-перехватчик, который делал Советский Союз для борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами. Так вот, они тоже переделали несколько машин. И на сегодняшний день есть применение СМИГ-31. На Ту-22М3 применения пока что замечено не было. И они говорят, что три ракеты должно быть на подвесе. Но пока мы видели только одну ракету на подвесе. То есть под фюзеляжем, под крыльями, под крылом пока что не было замечено двух ракет вот этого комплекса Кинжал. Так что я думаю, что у них есть там допустим две машины, ну максимум три машины, которые МиГ-31, которые сегодня могут выполнять боевые задачи. Что мы и наблюдаем третий раз за все время военной войны против России, против Украины. И несколько, возможно там с десяток, а может быть чуть больше ракет, которые они выпустили. Массового производства, еще раз повторюсь, на сегодняшний день нет. Массовой переделки самолета в МиГ под эту ракету на сегодняшний день нет. Производства Ту-22М3 под ракету Кинжал тоже на сегодняшний день нет. Вот так что может быть еще будут применения этой ракеты, но не такие массы. В этом случае надо сбивать носитель или если удается засекать ракету на начальном участке траектории. Когда ее сбрасывают с самолета, тогда она еще не поднялась, не поднимается, не успела набрать довольно большую высоту. По-моему там 30-40 километров высота этой ракеты, эта ракета может подниматься. Так что вот такая вот ракета Кинжал. Продолжение следует...